Вот довольно сложно на самом деле иметь такой подход в таких уже институционализированных структурах типа допустим института в котором вы преподаете ну вот как я понимаю вы 20 лет вообще я преподаю с 83 года я имею ввиду вот в это в институте имени Альфреда Гарьевича Шнитке я преподаю сейчас ну без месяца там 10 лет вот потому что я знаю что там как раз сейчас ну много писали об этом уже даже и в телеграм-каналах и ну повсюду это уже статьи в газете завтра была статья на эту тему по поводу конфликта который сейчас там возник вокруг одной из студенток да ну своими словами да но тут и как раз если продолжать предыдущую мысль и тут вот опять же вот если вернуться немножко к Евгению Андреевичу Авдеенко который значит пишет там слова такие из псалтири тоже когда он разрабатывал историю но рассказывал про псалтирь там есть такие слова ибо возлюбили они пустоту вот а и дальше еще там написано язык у них ласковый и сладкий вот и дальше он говорит поэтому нужно их не слушать а нюхать потому что опять же как как гробы повапленные снаружи красивая а если открываешь то там страшный смрад вот но вот наши оппоненты как раз наши оппоненты это руководство нашего института и в частности конкретно ректор Анна Иосифовна Щербакова и ну все так сказать с ней единомысленные у них вот этот орган обоняния великолепно развит поэтому вот этот дух творчества дух подлинного открытия вызывают конечно такую довольно жесткую аллергическую реакцию и поэтому такие может быть не совсем с адекватные так сказать действия противодействия просто тому что мы делаем как бы даже никого и не касаясь вот просто само по себе существование именно даже слова такие употреблялись когда говорили что там не тот дух вот в этой школе вот в наши да ну ладно слушать они тоже никто же не понимает о чем речь вообще ты говоришь сначала да да нет что касается конфликта о котором вы сказали да и которые довольно широко по крайней мере в музыкальном мире известен то я сразу скажу все надо описать да я сразу скажу почему он вообще так сказать этот гнойник так сказать вскрылся как написал в одной статье наш замечательный друг да тот камершик который сдвинул гору там давно происходили процессы о которых мы еще поговорим отчислили одну студентку отчислили ее якобы за не посещение оркестр причем обратите внимание во время не посещение оркестра во время пандемии когда все это происходило по зуму вообще представляете что такое вообще отдельный абсурд не будем его касаться да ну оркестр по зуму ну хорошо а замечательный стиль собственно управления вот институтом в том числе у анны иосифовны она отличается от других руководить ну мы все понимаем каждый имеет право там отчислять да там за дело увольнять там допустим у каждого своя сфера у каждого руководителя своя сфера мы все прекрасно понимаем вот а она известна тем что если кто-то не понравился вот она не в прямом смысле этого слова она не пора например вот в этом конкретном случае отчисляет человека с работы она используя свои как мы за недавнее время убедились потрясающие широчайшие а кулуарные связи она находит возможность воздействовать на жизнь этого человека в дальнейшем вот в случае с валерий перепелицы это есть сейчас я да немножко есть сейчас очень развивается культура обнуления то есть то что в америке называется cancel calc culture это когда просто полностью обнуляется вот явление человек но они обычно речь идет там о прошлом о каком но герое когда он просто втаптывается в грязь и его нет да всего стирают из смотрите вот нас вот это я смотрю просто что вот этот случай очень показателен тем что у нас перенимается вот это вот культура обнуления когда человека не просто допустим ну не понравился там если раньше да отчислили а теперь это нужно не просто отчислить допустим человека а его уничтожить да 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 смотрите во первых это как в фильмах которые еще в голливуде снимали еще давно давно да там не помню который мистер президент как-то собственно куда нас ведут в мир цифровой в котором у нас не будет наличности у нас не будет ничего если ты переступил какие-то границы тебя просто отключают у тебя не будет обнуляют нет кредиток нет ничего тебя нет тебя нет вот собственно и в данном конкретном случае тоже что они сделали ватерия перепелица да прекрасная девочка отличница чтобы понимали тоже дошла на красный диплом и вот с последнего курса и и отчисляют вот множество было и до этого таких же случаев но мы музыканты вообще люди такие нужно понимать что они на конфликты предпочитать не идти воевать никому не хочется лучше сохранить нервы лучше я отступлю лучше я куда-нибудь уйду и так далее то же самое происходило с отчисляемым студентами и вот это первая девочка которая решила вдруг не молчать ну вот ну потому что уже вот ну ну она человек такой прямой в каком смысле простой и она просто рассказала об этом в соцсетях и так далее тогда тут нужно понимать что в институте замечательно вот есть целые там люди есть где я раньше был доцентом а теперь даже значит преподавать значит есть люди которые на полном серьезе там я даже знаю на ученом совете там был один раз люди выписывают фамилии людей которые поставили лайк или сделали какой-то пост в соцсетях то есть они как бы ищут или дети или их дети да 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 нет кто угодно и дальше они современно да это потрясающе дальше они находят еще раз говорю через свои связи способы воздействия на этих людей в данном конкретном случае девочку отчислили потом ее внимание уволили с работы вынудили причем да да обратите внимание работала на в оркестре министерства обороны российской федерации где институт шнитке где не все что обороны вот а после того как она написала жалобу в департамент культуры города москвы а нужно сказать что шнитке это единственный вуз московского подчинения после этого дирижер ближайший сподвижник ректора и ее фаворит будем так говорить да вот он подал на нее в суд о защите чести и достоинства которое внезапно да оказалось оскорблено на 300 тысяч рублей то есть переводя на русский язык еще раз говорю и переводя на русский язык человека который им перешел дорогу а еще раз говорю он никак не перешел дорогу ну просто я не знаю я не знаю что там было она посмотрела как то не так еще что-то ее показательно отчислили лишились средств существования и после этого чтобы окончательно ее уничтожить и финансово и репутационно подали на нее иск в суд на 300 тысяч рублей понимаете эта девочка и там 23 года да а без связи простая обычная девочка эта ученица была моя и она и остина как-то со мной когда беседовала она сказала ну вы же понимаете что она даже уборщицей в москве не устроится да ну то есть все знали так сказать все знали что руки у нас руки у нас длинные да всем окажется нам мало не покажется это просто вот они показывают таким образом что будет с теми кто пойдет против них а я тут на всякий случай как бы упомяну что вообще-то вуз имени шнитке институт да это государственное учебное заведение чувство не частная школа да не частная лавочка как тоже хорошо написали в газете в газете завтра это государственный вуз куда одну все понятно тут в данном случае как кто-то говорил государство это я да и вот как раз за это а она и остина как раз фирме употребляет вот это вот это институт вы пошли против института это нужно для института это классе читай это классика лично я и мое окружение да ну вот а дальше собственно что произошло когда на девочку уже а еще раз говорю на абсолютно невинную девочку уже подали в суд вот я например все это время когда продолжался конфликт я был вынужден опять молчать потому что еще раз но я потому что папа не велел да в том числе да потому что ну вот леонид игоревич отступал там четыре года дома у меня целый класс замечательные за нужно понимать что за последние четыре года института вынуждено ушло более 30 человек большинство из них вынуждено больше больше 30 профессоров доцентов то есть преподаватели а реальное количество людей там было вообще больше пятидесяти а нужно понимать что всего сотрудника там около 200 250 что-то таком духе да и каждый раз это как бы по отдельности их вот кого-то кого-то там убрали за не продали контракт кого-то просто уволили там ночью а неважно и все молчали а тут уже когда эта девочка вот еще раз говорю она выступила еще раз без нашего как бы ведомо ее к этому никак не сподвигали да и когда на нее подали в суд но тут уже приличные люди просто нему не невозможно было молчать то есть мы естественно вступились за нее то есть мы даже не обсуждали что леонид игоревич пойдет в суд ее защищать вот и тут нужно сразу сказать что во первых судебности они еще продолжаются но неслыханное дело уже первое несколько заседаний состоялось в суд защищать студентку от иска преподавателя пришли этого преподавателя коллеги вообще на самом деле еще раз я говорю совершенно потрясающе на мой взгляд вещи вот происходит когда мы поняли что мы будем защищать мы решили написать открытое письмо в органы государственной власти в администрацию президента министерства культуры там общественную палату и так далее так далее и собственно оно было написано я начал собирать подпись я совершенно случайно оказался в центре этих событий просто ну как начал переживающий и так далее да и вот тут когда это письмо попало к ректору вот я конечно человек молодой но все-таки я с таким еще никогда в жизни сталкивался то есть то какие ресурсы она задействовала на то что на то чтобы эту историю как бы похоронить сначала чтобы они никто не узнал и какие ресурсы на здесь чтобы нас просто смести и как говорится уничтожить ну для меня это было совершенно невероятно то есть ну для начала она начала звонить просто всем преподавателям которым было возможно и просто прямую им угрожать то есть но если вы если вы подпишите это письмо то я вас уволю вот из государственного за еще раз говорю да вот потом этого оказалось мало она подключила работодателей людей которые подписывали письмо то есть некоторые ректоры некоторых вузов некоторые проректор а некоторые руководители крупнейших мировых московских оркестров снизошли до того чтобы звонить своим подчиненным и просто и в ультимативном порядке говорить им чтобы они не смели подписывать это письмо какое-то глубинное государство нет невероятно совершенно верно совершенно верно это это потрясающее впечатление производит когда ко мне приходят дети там студенты которые тоже подписывали конечно это письмо и говорят нам сказали что есть мы подпишем это письмо мы не сможем работать в москве больше никогда они только то есть нас не только отчислят но мы работать не сможем то есть это люди запуганы на такой степени и я вот под этим вот прессом находился в какие какие-то три дня под просто невероятным и мы мне приходилось еще им как говорить ребята я говорю слушайте это с одной стороны это блеф а с другой стороны ты понимаешь что нет не блеф ведь она из реально использовать свои ресурсы чтобы не дать жизни людям которые против они и пошли вот не нужны простые вещи например это конечно не первая моя ученица с которой такое произошло там просто по-другому было например там вообще вся история заключается в том что ректор и вот то есть громов продержал дирижер до 1 подал как раз они как бы поставили на карту они разыгрывают вот эту вот карту с именем шнитке потому что как бы так ну какой-то институт там заштатный да а так вот это шнитке это известная очень фамилия и так далее вот и для этого значит было так решено прямо нам прямо сказали ваша специальность это никому не нужно вы специально все равно наш институт идет значит такие кадры что в лучшем случае оркестр поэтому мы ставим на оркестр у нас должен быть оркестр там не будем говорить о том так сказать профессиональных качествах дирижера и особенно его педагогических хотя конечно в результате получилось что у нас вместо института такая филармоническая площадка в которой наши дети просто как бесплатные так сказать рабочая сила вот они обслуживают интересную оркестр до крепостной оркестр совершенно верно крепостной оркестр в то же время он обслуживает какие-то корпоративы каких-то там в матищах каких-то в ргсу там я не знаю ну вот и в частности значит был такой знаменитый выезд в город верону где значит наш оркестр все остановилось два месяца значит ничего не происходило все учили перпетум мобили погони не специальность по боку там и все такое и мой ученик замечательный талантливый человек такой георгий никольский не пришел на одну репетицию по объективным совершенно причинам вот он его заставили забрать документы на одну я еще раз повторить одну репетицию оркестра то есть мне мне устроили там заветовщий кафедры позвонила нас всех уволят значит ему позвонила на что значит леониду игоревичу ты сделаешь ужасное совершенно что-то то есть это вот такая психоз да нет таких историй было множество например нет ну вот например прекрасная история как мне кажется всем всем понравится когда нужно было одного студента отчислить ну вот опять тоже там не понравился тоже как раз кстати тоже связи с вероной но не важно да и нужно было этого студента отчислить они не могли найти повод и они вызвали одну папину тоже мои студенты да 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 которая была по правой рукой вот этого дирижера тоже он очень любил вот вызвал ее ректор к себе и говорит значит как организуй значит да нет мы организуем что вы вот значит и на этого студента наезжают как говорится и мы значит фейково организуем что на тебя тоже значит игорь юрьевич тобой недоволен и вы как бы товарищ по несчастью пойдите вместе там короче говоря напои его напои его алкоголем приведи в общежитие а я туда приду вместе с полицией да а так как в общежитии по правилам распорядки нельзя находиться в состоянии алкогольного опьянения его да и скажут шантаж ну вот или сейчас мы все оформляем тебя или забирай документы вот типичный можете себе представить то есть одну девочку просят напоить своего однокурсника да эти соблазнение ну соблазнить там да ну него это уже существо это детали это детали ну вот но меня вот лично меня еще раз играю как человека который это уровень давно вот какой я не знаю вот я себя ощущаю знаете вот патриотом своей страны как это сейчас уже звучит как-то странно и пафосно но я давно вот как бы вот участвую в общественной жизни мне интересно вот какие-то конфликты которые происходят и так далее но я впервые столкнулся с таким уровнем ну вот кулуарных связей еще раз я говорю все наши письма которые мы отправили в администрацию президента министерство культуры там еще куда-то они все вернулись с абсолютными отписками в ну типа вы все врете фактически рукой да да вы все врете у нас все хорошо никаких конфликтов не обнаружено все общаются замечательно а ректор это тоже известный мне рассказали прекрасный самый случай когда на кафедре это видео прогремело кто-то его опубликовал где она называется студентов вот подписавших обращение валерия она называет их шариковыми которые не имеют права на собственное мнение и когда говорят ну она использует понятное дело цитату булгакова неверно да вот но тем не менее что когда говорят два профессора с университетским образованием вы шариков должны молчать и слушать ну это просто штрих к портретам вот но меня еще раз я говорю меня здесь чисто даже с политической точки зрения интересует каким образом ее прикрывают вот люди какие то ну во первых по всей видимости она пользуется поддержкой свое непосредственно начальство а это в общем департамент культуры города москвы мы все еще надеемся объяснить и уважаемому александру кибовскому да и вообще людям которые поддерживают на их дискредитирует абсолютным образом да то есть она их дискредити мало культурные люди которые 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 невероятно амбициозная история звучит крайне унизительно абсолютно отношению и к музыкантам и к музыке и к шнитке теперь ассоциируются абсолютно да это это просто грязи а самое главное что там огромное количество педагогов студентов и так далее которые просто боятся просто запуганы то есть люди мне звонят даже там переводят деньги на суд и так далее не говорят мы не можем мы не можем мы боимся у нас это единственная работа а это факт всех уничтожают то есть ну классика вот классика ну вот мне кажется что мы просто вообще как страна сейчас и к в мире вообще происходит до чтобы это эта ситуация средства того что происходит мы 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 переходим вот к такому такому неофеодализму который еще дальше абсолютно да да нет уже в направлении дали накормление да 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 где причем то есть вот это пример а того что происходит на самом деле не только там но и повсюду да и возникает вопрос да это уникальный случай но 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 в тенденции конечно да вот просто возникает вопрос а что делать то есть как быть и что делать вот что делать когда ты обращаешься казалось бы ко всем к уполномоченным лицам и ты говоришь ребята посмотрите просто беспредел то есть люди перешли все красные линии еще раз говорю по любым понятиям еще раз мы тут понимаете мы же не пытаемся тут но они пытались естественно во первых искать компромат распространять там слухи о том что мы хотим захватить институт поставить там то ли меня то ли папу ректора естественно это все ну так бредятина такая тяжелейшая конечно которая говорит много в общем-то о их душевном состоянии но тем не менее беспредел еще раз то есть люди мало того что девочку на которую видимо всем плевать да хотя она ничего не сделала ну какая-то ее очистили решили следствия существования подали на нее в суд ну ладно хотя это переход красных линий на мой взгляд так они еще решили нас которые за неступили они решили просто уничтожить вот всю нашу команду на каждого из нас вот там замечательный дирижер там адресе рейн через его работодатели на него пытались давить там пытались ему угрожать на нас там пытались сказать компромат это вообще просто я себя в 90-х ощутил но интересно что помимо всего помимо нашего направления их не очень интересует там все остальное в смысле вот их оркестр интересует и они например соединили две кафедры народные там одна была вокальная кафедра другая инструментальная вот и все под одну шапку для того чтобы а во главе поставили господина громова ну сам не не громова мужа декана ргсу откуда собственно говоря щербакова и пришла ргсу это прекрасный вуз замечательный где учится 60 тысяч человек да но мы пока ргсу никак не касаемся пока да вот так вот тут прям прямой прямые такие вот вещи уничтожения например пять было направлений не уничтожено убрано просто из образовательного цикла например там древний русский там распев все связано что с народной культурой спевческой просто это все было уничтожено и две кафедры были объединены это все равно что скрипичную кафедру струнную объединить с вокальными но это вообще то есть это абсолютно некомпетентно я хочу сказать непонятно на гораздо важнее вот то что они они же как бы знаете так мы мы это государство да да мы за мы за власть там все таком духе да как бы они там пытались нас раскрутить на то что мы типа оппозиция типа с навальным вот а на самом-то деле эти люди вот у нас выбор в сентябре да вот это вопрос мы еще обязательно зададим всем кому только можно эти люди своими действиями они гонят людей на самом деле на улице реально то есть это реальный случай мне приходилось со студентами останавливать их и им говорить что ребят вас используют так сказать они говорят такой же беспредел все бесполезно что делать молодым людям которые не могут найти справедливости которых которые даже на уровне которые перекрывают абсолютно все выходы им говорят если ты дернешься вправо-влево мы тебя просто расстреляем условно говорят да а если ты пойдешь куда-нибудь это салтычиха типичная если ты пойдешь как там первые 21 боевые крепостные которые ходили на нее жаловаться екатерине она их обратно возвращала им и она над ними устраивала самосуд и здесь то же самое происходит что им делать вот они смотрят на войну а их дальше используют и и в расход понимаете вот на что нужно обратить внимание государственным мужам понимаете вот государственные мужи к сожалению сказать заняты чем-то другим вообще мы верим что есть у нас здоровые силы в стране которые способны останавливать беспредел в каком смысле такой маленький оселочек камертончик который нам подскажет собственно говоря у нас вообще какая-то надежда есть или нет мы вот когда последний раз в школе феврале сидели в нашей у нас там в гостях был афонский монах который мне говорят лень дед где ты их нашел детей таких таких детей я говорю я не искал они как сами находятся я даже начинаю думать что может быть не все потеряно возвращаясь до возраста следа этого всего не хочется ли на афон там хочется да конечно вы же там бывали да как на него с одной стороны хочется с другой стороны я вот единственное что могу сказать что эта ситуация очень сильно изменила мои мозги вообще вот то что мы столкну то что я лично вот например столкнулся с этим я вот говорю про себя потому что я как-то ну еще раз мы все знаем там крыш про беспредел там что происходит но когда ты лично с этим сталкиваешь ты понимаешь ну ничего себе я вот вам скажу что вы не жили в 90 да это понятно слава богу что я не жил 90 то есть я как раз жил да я как раз жил в 90 да но я был маленький меня мама там под под стол прятала когда у нас стреляли тогда на улице да вот но я тем не менее скажу что я вот буду жить в россии это я четко понимаю и я здесь надолго очень вот и мы как бог даст но если еще не убьют или там не не умру но тем не менее и эта ситуация она конечно это все лишь лакмусовая бумажка вот для меня о том что будет происходить в дальнейшем мне очень интересно что будет происходить дальнейшем я постараюсь в этом принимать сама непосредственно участие вот мы просто расскажите об афоне потому что как раз к этому мы пришли как-то зацепили эту тему то есть там то есть что вообще в что как вот вам нужно поймать игорь там очень разнообразно там нет женщин значит в общем то в некотором роде просто я к тому что хочется от этой ситуации немножко отвлечься да потому что мы мне кажется они сказали вот да я вот высказали по поводу афона да что вот леонид игоревич был гораздо больше раз чем я там был всего лишь один раз но я вот помню это ощущение что когда я въехал на афон то я как будто ничего не почувствовал изначально ну как нет ну а что ты там из салонников на пароме там рядом левого поля из уранополя рядом летят чайки альбатроса и ты как бы на остров попадаешь вот а вот когда я выехал обратно на рассмотрим да у меня было такое ощущение что как будто купу какой-то невидимый который давно был его как будто убрали и вот у меня абсолютно обрушился этот мир совершенно с какими-то искушениями рядом рядом вдруг ругаются в греции к матом по-русски вокруг какие-то то значит какая-то драка и ты как будто окунаешься обратно теперь удивительное ощущение вот этого невидимого купола который ты не ощущаешь пока он есть вот это ужасно интересно ну да да так не не нужно ли нам устроить в россии жизнь так чтобы вот этот купол над нами висел что вы намекаете чтобы не нужно в греции откуда куда ты ехать для ну в россии на самом деле я уверен что же кстати женщина между прочим вот вы не раз упоминали ольгу николаевну четверякова гениально а то есть вот из того что я вижу в последние как раз уже больше чем год пока весь этот абсурд вокруг происходит я вижу насколько но женщины активный и замечательный более чем мы идти гораздо на порядок больше чем более бесстрашные да они словно что-то чувствуют вот что там может быть мужчин работе своих спасают сказать больше интеллект какой-то разум там и разумом еще этого не определить а у них есть какое-то ощущение внутри что что-то происходит не то и нужно спас нужно как-то что-то делать борьбу вообще вели в доме и там можно вспомнить и катю гордон например там не знаю ольгу уже четверякова в общем но интересно все-таки что чуть-чуть маленький довесочек предыдущей теме что вот но немножечко связано с афоном последний раз я на афоне был со своим замечательным другом отцом феликсом который удивительный человек не просто любитель музыки а выдающийся любитель музыки там мало с кем можно его сравнить он знаток русской музыки мисковского шибалина там борис чайковского и так далее вот и он пораженный вот этой всей ситуации которая у нас и кстати сказать он очень уважает альфред гарича шнитке и в частности в следующей школе мы надеюсь будем смотреть фильм восхождение с нашими детьми как раз там музыка шнитки вот и он написал такую статью на эту тему как бы животрепещущий смысл который в общем в том что как бы людям не стыдно так сказать вот на имени замечательного композитора делать вот такие вот вещи которые там делаются так вот он под патриархи под прессом находится ему там чуть ли не через день звонят из патриархии так сказать и там благочины там ответь а что убери статью да 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 кстати то есть у нас настолько одно церковь у нас отдельно вы понимаете уровень то есть они да ну это кстати об афоне да вот как раз вот отец феликс мне показал мы я впервые раньше я все время так извините как по блатному носим к знакомым всегда ездил и как бы все у меня было устроено а вот с отцом феликса мы вот ходили из монастыря в монастырь пешком договаривались устраивались просили просились нас на службах стояли на ночных и так далее то есть вот он как бы показал такой сокровенный в каком смысле афон и он как раз абсолютно человек далекие от политики потому что его интересует он понимает первостепенные второстепенные когда человек умирает он понимает он таскать он отпевает и кому что прощать и так и так далее и он тоже совершенно не в конъюнктуре что называется его от поразило вот что вот так можно сказать на гробу пляж люди но вот вы же не только в таких духовных оазисах бываете как афон а насколько я знаю вы и в донецке были до интересно тоже об этом нет мы ну во первых это гражданская позиция в первую очередь а во вторых это мне кажется в каком-то смысле даже на долг мы помогаем сотрудничаем с донецкой филармонии замечательно мы приезжаем туда играть концерт сайт сайт миротворца да вот сначала нас плакал а теперь уже не да 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 вот леонид игоревич попал на миротворец вместе с марией михайлов я кстати почему-то нет я очень обиделся я туда приезжал даже больше чем вы а в итоге меня на миротворца нет они есть вот недоработка ребят потому что видимо ты в интервью был аккуратен я просто я просто правду сказал я был поражен когда я проходил вот эту границу и после таких вальяжных наших пограничников таможенников таких так сказать когда я попал на ту сторону и увидел во первых как афон потому что я почувствовал что там редкий случай там правят мужчины на меня это сильное впечатление произвело и вот это отношение мы опаздывали на комендантский час вот и как они помогли и не не так вот по-мужски быстро все оформили мне куда едете что там в общем это было такое сильное впечатление и в интервью которое у меня брали я сказал что не это не мысль моя опять же это такое чувство возникло что может быть отсюда пойдет возрождение русской земли да ну вот видимо заслужил поэтому миротворца ничего прорвемся донбасс с нами все-таки вот мы говорили о том что музыка как раз вот то что вот эту дикую ситуацию которую вы описали и это все укладывается в русло таких вот вообще гонений на все человеческое которое сейчас началось и это именно такое вот есть духовное нечто есть с другой стороны тоже как бы да тоже уже буквально но да значит с темной стороны которая тоже вот эти осуществляет эти гонения как вы чувствуете вот в музыкальном смысле там 20 21 год с какими вообще произведениями это может ассоциироваться что приходит на ум как 20 20 год это 250 лет со дня рождения бетховена и 180 лет со дня рождения чайковского не знаю вот опять же вот уже упомянутый отец феликс который заставляет меня слушать современную русскую музыку вот в частности буквально он может мне позвонить в три часа ночи и сказать что если ты сейчас же не послушаешь 17 симфонию мисковского ты не русский человек да хотя сама на него фамилия вообще-то стацевич он с польскими корнями но это немножко примеряет нас вот тоже да и я послушал севастопольскую симфонию бориса чайковского и я бы так сказал что я не помню что что-нибудь вот такое музыкальное на меня такое впечатление производила за последнее время удивительная страшная гениальная потрясающая совершенно самостоятельно удивительная музыка если кто-нибудь хочет почувствовать что сейчас происходит слушайте севастопольскую симфонию бориса чайковского в этом году 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны и а в сентябре будет 8 сентября соответственно 80 лет со дня начала блокада Ленинграда у вас да мы сейчас участвовали в создании фильма навечно и надеюсь что называется он билет на войну так будет на НТВ играли Петя играл в шлиссербургской крепости орешки орешек замечательная там оказалась совершенно потрясающая акустика вот и мы надеемся если бог даст в сентябре хотим там сделать фестиваль памяти к началу блокады 80-летию но вот я знаю тоже на 9 мая была премьера спектакля тоже моими словами где моими глазами да моими глазами я все время почему-то вот у меня в голове как-то отложилось моими словами почему там что монологи да видимо поэтому да хотя визуальный ряд там очень важен и там тоже музыку писала Полина Лунстрема ваша жена да там Михаил спасибо и Полина Лунстрема и Михаил спасибо да также и это конечно тоже по такой потрясающе я вот был на премьере в общем по сути был конечно очень во-первых потрясен тем что сейчас делается то есть это не просто некое воспроизводство того что было а сейчас пишется музыка которая действительно передает ощущение современного человека может быть да но одновременно вбирает в себя вот этот опыт тех лет именно персональный такой пропущенный через себя это конечно очень это замечательно и вот тут тоже в этом есть как-то тоже чувствуется какой-то дух вашей семьи то есть как ну вот вот что-то одновременно соединение и вечного вот этого да что есть в музыке и того что актуального да того что происходит сейчас все вечное и россия актуально так что хотелось бы поблагодарить вас за эту интересную встречу спасибо вам надеюсь что зрителям и слушателям также было интересно послушать с нами были значит леонида игоревич лунстрем и петр леонидович лунстрем музыканты скрипачи активисты вот и игорь шнуренко до свидания до новых встреч игорь шнуренко до новых встреч